В преддверии нового учебного года депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков проинспектировал школы и детский сад в Одинцове на предмет готовности учреждений к первому сентября. Парламентарий осмотрел гимназию номер 4, в которой завершают запланированный ремонт. В школе проводят реконструкцию кровли, меняют плитку, устанавливают новые раковины и коммуникации в пищеблоке. А также проводят работы в подвальных помещениях, которые не обновлялись с момента основания образовательного учреждения. В нашей школе в этом году 30 лет исполнилось. К сожалению, в таком объеме ремонтные работы никогда не проводились. Поэтому очень рады, что до этого объекта мы добрались, выделены деньги и все будет приведено в порядок. Дополнительной нагрузкой для руководства гимназии оказался незапланированный косметический ремонт спортивного и актового залов, пострадавших от погодных условий при замене кровли. Видимо, период сильных ливневых дождей, где-то что-то было упущено на кровлю, может быть, не так хорошо закрыто, произошли протечки. И сейчас, я думаю, мы с подрядчиком будем решать этот вопрос, чтобы нам заменили паркетные полы. Дополнительно в рамках рабочей поездки депутат от «Единой России» посетил гимназию номер 7 и детский сад «Золотой ключик» в Одинцове. В гимназии проводят замену кровли, ремонтируют раздевалки, меняют полы в спортивном и актовом залах, которые также пострадали от ливней. Вот здесь дулись, они скрылись. Теперь они вот так еще дулись, потому что у них затекло. Здесь будет ремонт паркет, которые отцеплюют и у вас задают. В детском саду номер 57 «Золотой ключик» проводят капитальный ремонт отопления с заменой всех радиаторов и обновляют медицинский кабинет. В целом нареканий по осмотренным объектам у депутата не возникло, но он еще раз напомнил ответственным о важности подготовки учебных заведений ко дню знаний. Видно, что ход работ набран, но, тем не менее, своевременный ввод, сдача – это очень важно. Все понимают ответственность, и мы должны 1 сентября все школы и детсады, все соцучреждения принять уже готовые, быть полностью готовыми, чтобы принимать учеников и проводить полноценный учебный процесс. Полина Кулмачева, Станислав Трифонов, Эрид Харидинов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует… Продолжение следует...